Ранее мы работали над поисковой системой и вот так теперь она выглядит. В заголовке написано cs50 search, немного ниже находится HTML форма для ввода текстового запроса поиска. А еще немного ниже находится кнопка запуска поиска. Теперь давайте посмотрим на исходный код этой страницы. Здесь в теге title и в h1 написано одна и та же фраза cs50 search. Немного ниже находится тег form, с помощью которого мы производим поиск в поисковой системе Google. Также внутри тега form находятся два тега input, однако как вы можете заметить внутри тега head указан тег css стиля style, который ранее являлся атрибутом стиля в теге body. Что если нам нужно будет выровнять текст одновременно на нескольких страницах? Другими словами я хочу использовать те же самые css настройки на различных веб страницах, которые также имеют тег body. Конечно я могу скопировать и вставить блок кода css в каждую из этих страниц, однако будет намного лучше если этот блок кода будет находиться в отдельном css файле и все мои страницы на него будут ссылаться. При этом мне будет намного легче изменять позицию текста с помощью редактирования единственного для всех страниц css файла. Итак давайте сделаем это. Сначала удаляем весь тег style, после чего открываем файл с именем search3.css и пишем в нем то, что только что удалили из файла search3.html. Пишем body, ставим фигурные скобки, внутри которых пишем text align.center. и сохраняем этот файл. Теперь обратно переходим в файл search3.html и в теге head добавляем тег ссылку link, внутри которой пишем атрибут href равно search3.css. И давайте с помощью следующего атрибута href равно style sheet мы уточняем отношение между этими двумя файлами. Закрываем этот тег, сохраняем файл, после чего обновляем страницу в браузере. Как видите моя форма переместилась влево, как будто к ней не назначался стиль css файла. Из-за чего это могло случиться? Давайте посмотрим на права доступа к файлам и больше всего нас интересует права доступа к css файлу. Возвращаемся в gedit и переходим в терминал и вводим команду ls-l search3.css. Как вы можете заметить к нашему css файлу не открыты права доступа и с него не производится чтение. А давайте это исправим набрав команду chmod a-r search3.css. Давайте проверим имеет ли теперь наш файл нужные права доступа набрав команду ls-l search3.css. Теперь все в порядке и все в интернете могут считывать данный файл. Возвращаемся в браузер, жмем кнопку обновить и как вы заметили наша форма поиска стала размещаться по центру. Конечно это то же самое что было и ранее. Однако теперь мы имеем лучший дизайн нашего кода и используем внешний css файл, к которому в будущем мы можем подключить также и другие веб страницы. После чего изменяя настройки только одного файла мы можем изменять вид всех связанных с ним страниц.